Приветствую, друзья! У микрофона Воевода и добро пожаловать в мир льда и пламени, в мир тотальной войны. Да начнется Игра Престолов. Главный антагонист нашей видеопоэмы – это младший брат короля Роберта Баратеона, нелюбимый всеми Станнис. Он великолепный полководец и помогал своему брату во время восстания, за что получил от неблагодарного брата самый бедный кусок земли – голые скалы островов Драконьего Камня. Именно здесь и начинается его судьба. А если она вам придется по нраву, вы знаете, что делать – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. За 15 лет правления на этих островах, лорд Станнис Баратеон попытался хоть что-то изменить. Помимо голых скал и крабов, на островах теперь имеется гражданская и военная промышленность. Но ее едва хватает для обеспечения 4-х миллионного населения и обороны островов от пиратов. Для столь небольшого владения у Станниса удивительно хорошая армия. 10 дивизий местных лордов, лично преданных Станнису. Но даже они не идеальны. Для создания настоящей армии необходима мощная промышленность. Развить Драконий Камень, увы, невозможно. Но другие острова – Драконий и Клешня – идеально для этого подходят. Там создаются новые поселения, верфи, шахты. Два малых острова начинают процветать. Под началом лорда и бывшего контрабандиста в одном лице Давоса Сиварта создаются рыболовецкие и торговые флотилии. Это было жизненно необходимо для промышленности островов. Добываемой нехти и стали вечно не хватало. И только что построенные корабли плыли далеко на восток. Закупать алюминий и вольфрам у вольных городов Эсоса. Спустя два года эпоха мира и процветания заканчивается. Тучи сгустились над Королевской Гаванью. Король Роберт погибает, убитый кабаном. Его десница и друг Нед Старк сомневается в легитимности его сына Джофри и отправляет Станнису Братону письмо, что именно он – истинный король и наследник Вестероса. Станнис незамедлительно объявляет свои претензии, а его красная жрица Леди Мелисандра объявляет его Азур Ахаим, избранником Бога Огня, во что фанатично верят его люди. Нового короля Джофри не волновали претензии других. Он казнил Неда Старка за предательство, что положило начало войне пяти королей. Вестерос поделился на Альянсы, конечно же Тайвин Ланнистер поддержал своего внука, но более никто не остался верным Джофри. На севере появился свой король Роб Старк. На юге лорды штормовых земель не поддержали Станниса и выбрали Радужным Королем его младшего брата Ренли. Станнис отправляет письма с претензиями к каждому из Великих Домов, но уже слишком поздно никто его не поддержит. Бедного лорда Драконьего Камня. Ренли Бартеон вторгается в королевские земли и уже осаждает столицу, но это не отменяет претензий Станниса. Он объявляет войну своему брату, либо Ренли подчинится и отдаст штормовые земли, либо погибнет. Тайвин Ланнистер, узнав о нападении Станниса, предлагает ему вступить в союз. Ни за что. Если Станнис сделает это, то этим признает претензии бастарда короля Джоффри. Хоть сил у Станниса в десятки раз меньше, чем у его брата, но победа будет за ним. Все силы Ренли пытаются взять Королевскую Гавань, и лишь гарнизон Большой Клешни стоит на пути Станниса. Восемь дивизий под командованием генерала Акселя Флорента начинают высадку на Большую Клешню. Только что собранное, ополчение короля Ренли не может противостоять фанатикам Станниса. Они намного лучше оснащены. Высадка на Астриек Клешни прошла успешно. Любые попытки Ренли отбить ее были неудачны. Но Станнис слишком поздно начал свою войну. Королевская Гавань почти пала, и Станнис не сможет убить своей рукой узурпатора Джоффри. Железный Трон достанется северянам. Ренли начинает перебрасывать все свои силы на Клешню, дабы выбить оттуда Станниса и покончить с ним. Но это уже не важно. Ренли Баратеон неожиданно погибает, убитый своим телохранителем Бриен Найтарт. Станнис к этому, конечно же, не причастен. И лорда Штормовых и Земель присягает ему на верность, как последнему Баратеону и законному правителю. Но, к сожалению, большая часть войск разбежалась, а Тиреллы решили прибрать Штормовые земли к своим рукам. Шесть дивизий, которые остались верны Станнису, должны хоть как-то сдержать их наступление до подхода подкрепления. Исход войны был бы весьма печален, если бы на Драконьем Камне уже не готовилась новая армия из 13 дивизий. Под командованием Матиаса Сиварта они займут ключевой участок фронта на пути к Штормовому пределу. Порядки наступающих Тирелов слишком растянулись, и под точечными ударами они начали распадаться. Передовые части попали в окружение и сдались, либо были уничтожены. Ах, эти летние цветы не были готовы к долгой войне. Под натиском Станниса их дивизии начали истощаться и бежать. Им не хватало вооружений и подкреплений. Станнис начал полномасштабное наступление по всему фронту, и победа была лишь вопросом времени. Блицкрик привел солдат с гербом пылающего оленя к стенам Хайгардена, но тот уже был взят железно рожденным. Каждая шавка пытается примазаться к победе нашего короля. Станнис шел к победе вместе с солдатами, но не забывал и о управлении страной. Его столица и вся семья с драконьего камня была перенесена в штормовой предел. Неприступный замок, который понадобится в будущих войнах. А пока нужно закончить эту. Молодой дава Сиварт во главе кавалерии врывается в незащищенный старомест. Где прятались последние тиралы, и они сдаются. Станнису как победителю этой войны достаются самые богатые и плодородные земли простора. Под его властью уже два королевства. Но ведь этого недостаточно. Все семь по праву принадлежат ему. Он мог бы вмешаться в войну между Ланнистерами и Старками. Но последнее. После смерти короля Руба Старка только воодушевились и захватили и Королевскую Гавань, и Утес Кастрели. Они установили новый мировой порядок, оставив Железный Трон без короля. А раз это место вакантно, то оно по праву должно принадлежать Станнису Братеону. Видя его могущество, новые лорды присягают ему на верность. Под его рукой почти 80 дивизий. А значит, пора заявить права на трон. К сожалению, этому воспротивился новый лорд Утеса Кастрели, Тирион Ланнистер, известный как Бес. Королевская Гавань взята в считанные дни. Железный Трон теперь принадлежит Станнису. Но чтобы закончить войну, придется разобраться с Ланнистерами, а это оказалось не так просто. Этот злобный карлик зовет на помощь своего друга, бастарда Неда Старка Джона Сноу. Половина Вестероса воспротивилась Станнису, и начинается новая, тотальная война. Это не помешает Станнису присоединить королевские земли к своим. До вторжения Таргариенов, они принадлежали королям Штормового Предела. В наше время титул правителя Семи Королевства ничего не значит. Пустой звук, основанный на необоснованных претензиях. Станнис это понимает и возрождает более реальный титул Короля Шторма. Если он хочет сохранить его, надо выиграть войну. Владея богатейшими и густонаселенными землями, преимущество находится за ним. С мощной экономической базой, двойное преимущество Старка в дивизиях не значит ничего. Зима близко, Джон Сноу должен как можно быстрее пробиться на юг и закончить войну. Его войско наступает вдоль всей границы, но безуспешно, неся огромные потери. Станнису это на руку, Ланнистер наступает гораздо успешнее, выдавливая солдат Матиаса Сиворта земель, захваченных в начале войны. Но в общем, граница двигается адаптивно. Стоит противнику добиться успеха в одном месте, как Станнис проводит успешное контрнаступление в другом. Одно из таких наступлений сломало фронт Тали на границе с бывшими королевскими землями. Их дивизии попали в окружение. Они отступили почти до самого Хренхола. Но уже не хватает сил для того, чтобы переломить врага. Жертвуя десятками тысяч людей из Старки и Тали, отбрасывают Станниса на первоначальной границе. Но это только начало смертельного танца. Станнис тут же отбрасывает истощенные дивизии уже к Хренхолу, взяв многие из них в плен. Но его опять отбрасывают, не давая завершить масштабное окружение. Эта безумная война никогда не закончится. Еще и с востока недобрые вести. Девчонка Таргариенов выжила. У нее три настоящих дракона, с которыми она пытается построить коммунизм. Тем временем на Западном фронте без перемен. Станнис в очередной раз откидывает противника к Хренхолу, но вводит в бой свое новое секретное оружие. Пять дивизий с техникой и танками для быстрого наступления и создания окружений. Новые дивизии сломили Талли, но пока не окончательно. Мало нам было вестей с востока. За стеной объявились белые ходоки. Они оказались реальностью, а не сказками. И они наступают на юг. Станнис, избранник бога огня, обязан противостоять им. Весьма кстати, в войне наступает переломный момент. Солдаты дома Талли и Старков более не могут держать оборону. Они отступают, бросая своих в окружениях. Их потери уже более двух миллионов людей из-за ужасного командования узурпатора Джона Сноу. Это должно было закончиться печально. И мобильные дивизии Станниса окружили и взяли в плен полмиллиона истощенных северен. Это конец дома Старков. У них уже некому воевать. Дальше в речных землях шла уже не война. Бойня. Войска Старков и Талли предоставленные сами себе методично уничтожились Станнисом. Только войска Ланнистеров еще оставались боеспособны. Половину из них Лорд Тирион направил в речные земли, дабы помочь Старкам, но не смог ни спасти речные земли, ни удержать свои. Мотопехота Станниса захватывает все на своем пути, в том числе беззащитный утес Кастерли. Ланнистеры потеряли все. И 25 марта 41 года они сдаются на милость своего повелителя Станниса. Взять Ланниспорт дает новые возможности. Западная граница дома Тали теперь открытая и у них не хватит солдат для ее защиты. Не только Станнис рвется к власти. Дейенерис Таргариен начала тотальную войну против городов рабовладельцев. Коварные Старки выступили им на помощь против Дейенерис и дом Баратеонов оказался косвенно ввязан в эту войну. Но раз уж на то пошло, то Станнис это избранник бога огня, а Дейенерис мать драконов. Почему бы им не заключить взаимовыгодный союз, который в будущем будет подкреплен браком? Для защиты Западного фронта враг бросил все, что у него осталось. Солдаты мормонтов, карстарков, железно рожденных, остатки ланнистеров и прочий сброд, который ничем не лучше пушечного мяса. Они могли бы ненадолго сдержать Станниса, если бы Риверан не пал. Все войска южнее рва Кейлин оказались в окружении. Сдавшись на милость истинному королю Вестероса, Станниса уже ничто не может сдержать на пути Винтерфелл. Он желает лично казнить узурпатора Джона Сноу. Лорд Фрей пропустил войска Станниса через приправу ничиня препятствий, но зная о его коварстве, Станнис поручил генералу Имри Флоренту вырезать весь дом Фреев. В отличие от великих домов Вестероса, Станнис ни секунды не сомневался в своей победе. Еще четыре королевства склоняют головы перед Станнисом, но белые ходоки уже наступают и Станнис Бартеон первой своего имени должен исполнить свое предназначение и остановить наступление вечной зимы. Белые ходоки не стали церемониться и сразу нападают на северные земли. Армия мертвецов слишком велика. Войска Станниса не удержат север, но они попытаются сдержать их урва Килин. Но ходоки ходоками, а на юге остаются два мятежных княжества. Которые только и мечтают о том, чтобы ударить в тыл новоиспеченному королю. Вассал Станниса Имри Флорент поставит на место сначала Тиролов, а затем и Дорн. Урва Килин оборону держит 100 дивизий, но теперь этого кажется недостаточно. У иных миллионы мертвецов, и каждый убитый солдат Станниса пополняет их ряды. Белые ходоки убиты вновь, но для них это капля в море. Их атака не прекращается, и они смогли создать небольшой прорыв западнее рва Кейлин. На случай отступления на границе речных земель создается мощный ров укреплений, но это крайние меры. Мы не можем им так просто оставить на растерзание десятки городов. Меорин привел на помощь Тирелам десятки своих дивизий, но их ждет один неприятный сюрприз. Особые части Станниса высаживаются к ним в тыл, в Бандалон. Тирелы складывают оружие и предают своих союзников, которые жестоко уничтожаются в окружениях генералом Имри Флорентом. Каждая победа увеличивает амбиции Станниса, но людей для них уже не хватает. Тогда издается новый закон. Каждый взрослый, будь то мужчина или женщина, обязан служить своему королю. Из новобранцев на юге набирается новая армия для новой войны с Дарнийским княжеством. Пожалуй, оно самое непокорное и неприступное из всех семи королевств. Тем временем белые ходоки продолжают давить на юг, но они уже истощены в экономическом плане. В их армии сражаются уже в рукопашную. Более важное сражение состоится на юге против Дорна. Долбиться в горы бесполезно, поэтому направления для атаки на Дорн только два. Вдоль побережья горные части Мартеллов будут окружены и уничтожены. Важная часть этого плана бронетанковые дивизии Станиса. Но Дорнийцы переиграли нас и высадились прямо на драконий камень. Флот Даваса Сиварте в этот момент был по другую сторону Вестероса и теперь Дорнийцам открыта дорога на Королевскую Гавань и Штормовой Предел. Они возьмут и то и другое, но заплатят за это кровавую цену, потеряя все свои войска в горах. Станис был вынужден оставить запасные укрепления против иных и отправить две армии на юг, дабы остановить наглых Дорнийцев. На что они надеялись? Удержать Королевскую Гавань? Глупцы. Они не могут удержать даже собственные земли, защитить своих вассалов вроде Дома Дэйнов, на земли которых вступают танковые дивизии Станиса, нарушая нейтралитет. Каким-то боком это втянуло войну в вольный гурпентес. Надеюсь, королева Дейенерис сможет уничтожить его в одиночку, как Станис уничтожает Дорн. Захват земель Дэйнов создала новый котел, куда попала дивизиям. Открылась легкая дорога на Солнечное Копье и главные города Дорна, которые были взяты в считанные дни. Долгая война против мятежников на юге завершена, и шесть королевств под единоличной властью Станиса остается только долина. Но вместо нового конфликта Станис отправляет на помощь Дейенерис полмиллиона своих солдат, потому что никакие драконы не помогают ей победить. Для этого же нанимаются наемники золотые мечи и отправляются в Эсос. Перед ними стоит особая задача пробиться по сушек заливу работорговцев через все земли на их пути. Первый из них это родина Таргариенов Старая Валирия, которая должна быть безлюдной, но в этой игре все не так. Валирия взывает о помощи Костапуру и Мейрину, ведь у них нету войск. И вся эта война стала ловушкой для работорговцев, которые стали в окружении. На севере дела шли еще лучше. У мертвецов закончились и винтовки, и патроны. Станис светоносный начал теснить их назад, уже отбит ров Кейлин. Многие из белых ходоков уже убиты, их армия мертвецов бездумно самоуничтожается миллионами. Десять миллионов мертвецов уже уничтожено и сожжено. Неожиданно численный перевес оказался на стороне Станиса Баратеона. Король Ночи недооценил своего противника. У него больше нет сил ни атаковать, ни обороняться, и настал черед Станиса ударить железным кулаком. В Эсосе солдаты Баратеонов методично идут на восток, не соблюдая нейтралитета местных царьков и правителей, чье мнение никого не интересует. Север оказался идеальным местом для того, чтобы загонять мертвецов в огромные котлы. Но сколько их ни жги, меньше их не станет. Главная цель уничтожить родину Белых Ходоков за стеной. Солдаты Станиса Баратеона победным маршем дошли до Черного замка и вышли за стену. Оказалось, что здесь спокойно обитают остатки ночного дозора и одичалых. Они живы благодаря тому, что помогали иным и приносили им жертвы, а значит будут уничтожены. Война с Белыми Ходоками заканчивается неожиданно со смертью Короля Ночи. Король Станис исполнил свое предназначение и его пламя победило лед. Он истинный сын бога огня, но еще не повелитель Семи Королевств. На востоке его экспедиционный корпус тоже добился успеха и помог Дейенерис захватить Мейерин, второй по величине город работорговцев после Воронежа. Чтобы стать полноправным королем Вестероса, Станис должен напасть на долину. Местные правители и лорды это трусы избегавшей войны, поэтому они не ровня солдатам баратеонов, закаленным в боях с белыми ходоками. И в первые же дни войны, пытаясь атаковать войска Станиса, лорды долины потеряли полмиллиона. В заливе работорговцев захватывается один город за другим. Юнкай, Сталинград, Остапур. И чем обернулась эта помощь Станиса Дейенерис? Она проиграла войну вольному городу Пентесу, на кой-то черт уведя все дивизии с фронта. Станис вынужден оставить войну в долине на своих главнокомандующих, которые смогли взять кровавые ворота. Сам король как можно быстрее с войсками отправляется в Эсс, дабы спасти свою королеву, потому что ее империю было уже не спасти. Станис жили долго и счастливо в праве семью королевствами. Надеюсь, вам понравилась эта увлекательная история и вы поставите видео лайк. А также пишите в комментариях по какому моду сделать новое видеоэссе в Хуи4. Отдельное спасибо Алексею Котову, Гостеру Чанелу, Кагринаку13, Дермаузеру Камраду, Кириллу Десперу, Тарвус Ворону, Фагасу, Матвею Новикову, Кириллу Казакову и Данг Водеру. А с вами Блавоевода. Спасибо за поддержку и до новых встреч!